Девушки отдыхают Вот бюрократы, чиновники сидят. Они нас до конца даже не дослушают. Они просто нас пошлют далеко и навсегда. Поручительство по чужому кредиту сыграло с женщиной злую шутку. Теперь деньги за проданную квартиру, которые должны были прийти на ее счет, могут быть списаны в счет миллионного долга постороннего человека. Такова цена глупости. Она в пьяном виде налетела на нее и давай целовать. Вы представляете реакцию собаки? Ну-ка, зачем тогда лезла к ней? Зачем лезла? Нападение бойцовой собаки – настоящий кошмар. Как вернуть после этого физическое и психологическое здоровье? На что в таком случае рассчитывать пострадавшей, решит суд. Кошка реагирует очень нехорошо. Простите, истец, а вы на учете в психо-мирологическом диспансере не состоите? Нет, ну что вы, не-не-не. А в наркологическом? Нет, ни в коем случае. Я вообще не пью. Что делать, если в квартире по соседству живет инопланетянин, который хочет зомбировать вас? Истец. Только защищаться самому. Например, купить 20 микроволновок. А когда они сгорят – подавать в суд. Истец требует расторжения договора купли-продажи квартиры в связи с существенным изменением обстоятельств. Ответчик против иска возражает. Заявляет, что не намерен решать проблемы истца. Судебное заседание объявляется открытым. Пожалуйста, почему считаете, что договор купли-продажи квартиры должен быть расторгнут? Ваша честь, у меня произошли существенные жизненные изменения обстоятельств. Я подписала договор купли-продажи. Я живу в однокомнатной квартире вместе с моей мамой. Она пенсионерка, она инвалид. Мы решили улучшить наши жилищные условия. Квартира принадлежала направленности вам? Да. Это вот однокомнатная квартира, где вы с мамой проживали? Да. Так, вы ее продали. Да. Мы решили улучшить нашу жилищную. Ответчику продали. Да. Мы, вернее, не совсем ответчику продали, мы продали его папе. То есть ветеран Великой Отечественной войны. И я была рада очень заключить договор, потому что я все-таки немножко побаиваюсь финансовых махинаций, финансовых афер. А тут его отец мне сказал о том, что в соответствии с указом президента управление социальной защиты обязано выделить субсидию на покупку однокомнатной квартиры ветеранам Великой Отечественной войны. Я думаю, как хорошо, выступает гарантом государства, и все замечательно. Были денежные средства перечислены вам? Нет, не были перечислены. Денежных средств я не получила на настоящий момент, потому что, Ваша честь, вот есть документы, я вчера проверяла свою банковскую выписку, средств еще нет. Именно поэтому я обратилась. Так, подождите, у вас требования заявлены о расторжении договора купли-продажа? У меня требования, потому что... Вы заявляете о взыскании платы за квартиру или что? Нет, я прошу, я прошу расторгнуть договор, потому что если договор вступит в силу, вы поймите, мы подписали договор, подписали... Это же значит, договор вступит в силу, договор вами заключен, госрегистрацию прошел договор? Нет, еще не зарегистрировано, потому что я не получила средства. Поэтому у меня нет... То есть вы не сдавали на государственную регистрацию этот договор? То есть как только я получу средства, мы сдадим на регистрацию этот договор. То есть он в процессе. Хорошо, по каким основаниям просите признать договор-то, расторгнуть-то его? Я по основаниям, что если я получу эти средства, я могу потерять эту квартиру, и мы с моей мамой, с инвалидом останемся на улице. Я вам объясню, Ваша честь, просто когда я обратилась в банк проверять, пришли средства или нет, я прекрасно понимаю, что средства из бюджета ни один, ни два дня идут. И я четко помню, что у меня на счете было 10 тысяч рублей. А когда я пришла в банк, мне говорят, там ноль. Я в шоке, куда делись 10 тысяч. Я стала разбираться, я обратилась к персоналисту банка. Мне сказали, что эти 10 тысяч, оказывается, были списаны в счет уплаты кредита. И кредит на мне, долг висит 2 миллиона. Я в шоке, я в ужасе, что делал? Я начала бить тревогу. Подождите, у вас есть кредитная задолженность. Вы как заемщик выступали по этому кредиту? Нет, я когда все начала выяснять, Ваша честь, оказывается, 5 лет назад я выступала поручителем по договору поручения, когда кредит моя подруга детства брала. Но это было Ваша честь. Вы выступали поручителем по кредиту подруги. Да, я выступала, она брала кредит. Я так понимаю, что есть судебное решение, поскольку у вас счета арестовали, да? Нет, у меня счет не арестовали. То есть суд взыскал эту задолженность с вас, как с поручителя? У меня счет не арестовали. Мне в банке показали требования о списании моей задолженности в счет оплаты долга. Ну, давайте так простым языком, у вас арестовали ту сумму, которую у вас с вас взыскали, да? То есть банк ее заморозил, и все, что будет поступать, он будет в счет погашения этой суммы, в счет взыскателя, он будет снимать деньги. То есть вы боитесь сейчас, как я понимаю, что деньги, которые поступят от ответчика за квартиру, вы боитесь, что они будут списаны с вашего счета, в счет задолженности, которая была взыскана с вас судом в качестве задолженности по кредитному договору вашей подруги, с вас как с поручителя. Правильно я понимаю? Да, все верно. Если я получаю средства, как вы сказали, банк списывает, и оставшиеся средства, то есть я буду вынуждена съехать с этой квартиры, выполнить договор, купли-продажи, а оставшиеся средства, мы не то, что улучшить наши жилищные условия, мы даже комнату не сможем купить, ваша честь. Хорошо, давайте вот еще к задолженности вашей. Вы говорите, что сюрприз для вас был? Да, ваша честь, это для меня был сюрприз. Подождите, вы когда поручителем становились, вы подписывали договор поручительства? Да, я подписывала договор поручительства, но соответственно... Почему тогда сюрприз? Ну, в соответствии с договором, ваша честь, поручение, что моя подруга обязана была выплатить кредит в течение трех лет, а прошло пять, пять лет прошло, ваша честь, мы хорошо общались с подругой, все было замечательно, но пару лет назад у нас произошла личная ссора, личная ссора, но это не имеет никакого... То есть она не связана ни с деньгами, ни с чем. Да, не имеет никакого отношения, вы вообще понимаете правовые последствия заключения договора поручительства? Ну, меня убедили, ваша честь. Кто вас убедил? Меня банк убедил, меня подруга, я ее знаю. В чем? Стать поручителем? Я ее очень хорошо знаю, она обеспеченная дама, она хорошо зарабатывала. Она мне сказала, что я отдам кредит даже досрочно, то, что три года в договоре указано, это не важно, я заплачу, я выключу. У нас поручительство, ты говоришь, состоятельная дама, банк доверял ей. Поручительство, это один из видов обеспечения обязательств. Вот ваша подруга взяла кредит, значит, банк ей не очень доверял, раз попросил предоставить поручителей. Вы за свою подругу поручились, то есть несете с ней абсолютно одинаковую солидарную ответственность по кредиту. Вы должны были этими правовыми последствиями поинтересоваться, когда заключали этот договор. Более того, я так понимаю, решение суда уже есть, и оно, выдан исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство, и вас должны были извещать об этом. Ваша честь, в том-то весь вопрос, меня об этом не завестили. Если бы было такое производство, неужели я стала бы продавать квартиру? Хорошо. Я же прекрасно знаю, что если исполнительный производство, соответственно, с меня эти деньги будут списаны. Конечно, будут списаны. Я бы не стала продавать, я бы решила бы этот вопрос. Но никак через потерю жилья, ваша честь. Вы понимаете, у меня просто безвыходная ситуация. У меня мама не в курсе о том, что так получилось. Хорошо, ваша позиция понятна. Отвечи, пожалуйста, вы с иском не согласны, как я понимаю? Я с иском категорически не согласен. Поясните, пожалуйста, свою позицию. Понимаете, какое дело? Значит, если она допустила какие-то просчеты, то эти просчеты никоим образом не должны были отражаться на договоре купли-продажи квартиры, который подписан двумя сторонами и сегодня имеет законную силу. Но что теперь получается? Что из-за ее просчетов должен пострадать старый больной ветеран войны. Понимаете? Он так хотел к старости прожить нормальную до конца жизни в нормальных человеческих условиях. Он затратил много сил для того, чтобы доказать, что эта субсидия, так сказать, к нему относится. Сколько было энергии потрачено, чтобы доказать, что его льготы соответствуют получению субсидий. Доказать, надо было пройти столько времени, стоя в очередях, чтобы получить эти деньги. А теперь, пройдя вот эти круги ада, что отказаться? Это что, нам надо снова идти в управление соцзащиты и невнятно ли питать там о каких-то дурацких обстоятельствах? Да там бюрократы, чиновники сидят. Они нас до конца даже не дослушают. Они просто нас пошлют далеко и навсегда. Отец мне сказал перед судом, что вряд ли он вот эти адовые круги еще раз может пройти. У него очень слабое здоровье. Все-таки участник войны. Ну вот скажите мне, пожалуйста, Истец, допустим, гипотетически предположим, что договор мы этот раз торгнем. И ты, ответчик, согласится. Вы денежные средства должны возвратить по этому договору за квартиру. Я верну все эти средства и работать пойду. Я кредит возьму еще один. Я постараюсь вернуть. У меня была вся надежда. Идите работать, берите кредит, и вы должны были решение суда погасить. Вот взысканные с вас 2 миллиона рублей, пожалуйста, идите работать, берите кредит и гасите ту задолженность. Ваша честь, но о том, что было решение суда взыскания с меня 2 миллионов, я же получила только буквально вот несколько дней назад. Если бы я об этом знала до сделки, я бы никогда в жизни не подходила. В банке исполнительных производств, которые находятся в свободном доступе, в сети интернет, на сайте судебных приставов исполнителей. Со дня возбуждения исполнительного производства вы появляетесь в реестре. Перед заключением сделки могли поинтересоваться. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Она в пьяном виде налетела на нее и давай целовать. Вы представляете реакцию собаки? Ну-ка, зачем тогда лезла к ней? Зачем лезла? Зачиняешь? Спровоцировать собаку на агрессию – глупость. Требовать затем несоразмерную компенсацию – жадность. Разобраться в этих понятиях по существу поможет суд. Кошка реагирует очень нехорошо. Простите, истец, а вы на учете в психомерологическом диспансере не состоите? Нет, ну что? В наркологическом? Нет, ни в коем случае. Я вообще не пью. Обычное короткое замыкание в жилом доме может привести к раскрытию настоящего межпланетного заговора. Удастся ли одинокому мужчине доказать суду, что его сосед инопланетянин? Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, оценив в совокупности все представленные доказательства, а также установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. В иске о расторжении договора купли-продажи квартиры в связи с существенным изменением обстоятельств отказать. Судом установлено, что между истицией и финансовой организацией был заключен договор поручительства без обеспечения денежных обязательств другого лица. После неисполнения должником обязательств по кредитному договору на основании судебного решения с истицы было взыскано 2 миллиона рублей как с поручителя по данному кредитному договору. После вступления решения в законную силу в службе судебных приставов исполнителей в соответствии с законом об исполнительном производстве было возбуждено исполнительное производство, собственно говоря. Данные обстоятельства подтверждаются представленными сторонами доказательствами. Суд считает, что истец не проявила должную осмотрительность перед заключением сделки, зная, что является поручителем по кредитному договору, могла поинтересоваться сведениями, находящимися в открытом доступе. Поэтому в иске вам отказано. Проходите государственную регистрацию договора. Спасибо. Вы ищите денежные средства для того, чтобы погасить имеющую у вас задолженность перед судебными приставами. И денежные средства, которые поступят от ответчика, тратите на приобретение нового жилья. Хотя, собственно, вы имеете право распорядиться ими по своему усмотрению. Решение суда понятным сторонам? Понятно. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Ну что же, буду устраиваться на работу. Кредит же надо чем-то платить. И жилье новое покупать. А на подругу дрянь такой, подам в суд, пусть выплачивает. Я очень рад решениям суда, потому что мой отец, участник Великой Отечественной войны, теперь сможет в конец своей жизни провести в хороших человеческих условиях в квартире отдельной. Прошу всех встать. Зал суда. Битва за деньги. Просто, пожалуйста, не перестань, вы оставите. Судья Дмитрий Агрис научит. Что ж такое-то? Как вернуть долги. Иск категорически не признаю. Деньги выплачивать не собираюсь. Не упустить выгоду. Это не говорит о том, что я ракфиллер, и могу вот так вот достать миллион, и всех кто-то осчастливить. Законно разбогатеть. Ваша правовая свобода заканчивается там, где начинается правовая свобода другого человека. С понедельника по четверг на нашем телеканале. Истец требует возместить затраты на лечение и компенсировать моральный ущерб. Ответчик в происшедшем винит истца. Пожалуйста, слушаем вас, Ольга Анатольевна. Вот это вот, я не знаю, как ее назвать, держит, завела псину. Английский мастиф, огромная-огромная собака, она держит весь дом в страхе. Мы боимся выйти, люди детей боятся вывезти во двор. Дело было так. Я шла с работы. Давайте, да, по обстоятельствам причинения вам вреда. Я шла с работы. Поздно ночью, уставшая, она выгуливала свою псину. Без намордника, без ошейника, без цепочки. Я, как культурный человек, сделала ей замечание. Я говорю, как ты так можешь с этой собакой здесь ходить безо всего? Это же дело случая, она же может напасть на любого человека. Она неадекватно просто стала на меня орать, кричать. До чего ты вообще чекаешься здесь? Это общий двор. Здесь кто хочет, тот и ходит. Собака, естественно, отреагировала на злость хозяйки. Она на меня налетела, эта собака упала, у меня вся жизнь перед глазами перенеслась. Конечно, пронеслась в таком виде. Она представляется, меня укусила, как у нее такая морда, она меня чуть за горло не схватила. Очень добрая и красивая горда. Я пронеслась тогда. Я пронеслась. Я собак вообще не выношу, ни собак, ни кошек. Я к ней не подхожу близко. А зачем лезла к ней тогда? Да дай мне рассказать. Ответчик. Извиняюсь, Ваша честь. И понимаете, они повезли меня в больницу и начали мне на уши подсаживаться. Мы все оплатим, все хорошо, мы же соседи, мы же друзья, не надо никуда заявлять. Мы вам потом помогать будем. Моральный ущерб материальный. Что мы? У него вообще не было. Вы что наговариваете? Может быть, я не помню. Может быть, я не помню. Ну не перебивайте сцент. Это состояние аффекта. Травмы-то какие были причинены? Руку покусала. Руку покусала. И вот, посмотрите, Ваша честь, как я с этим жить буду. Как я с этим жить? Я работаю в нормальной фирме, в иностранной. А мне теперь на социальное дно. Я теперь что, хорководья должна подметать? Я теперь что, поломойки должна идти, посудомойки? Я не хочу на социальное дно. Просто я не хочу. Я нормальная культурная женщина. Культурная женщина так себя не ведут. А кем вы работаете, ответчик? Я работаю менеджером по продажам энергетического оборудования в иностранной корпорации. На меня директоры косятся, на меня клиенты косятся. Как мне коситься? Ну, то есть, внешность для вас имеет большое значение, да, для работы? Да, естественно, естественно. Там у нас... Нет, мозги тоже нужны, у меня два высших. Но внешность, вы поймите, это иностранная корпорация. Я должна и английский, и все. В больнице я, как дурочка, написала отказную. Они вызвали полицию. Я в полиции написала отказ от ее собаки. Что, типа, меня покусала дворовая собака. Что я ни на кого, никому претензий не имею. Потому что их и не было претензий никаких. Вы говорите, вам ответчики сказали, что все оплатят. Вы отказались. Оплатили что-то? Нет, ничего, вообще ни копейки не оплатили. Как это ни копейки не оплатили? Вообще ни копейки не оплатили. Вот. Я ей потом рассказываю, говорю, как что? А она слушает, как будто меня, правда, покусала дворовая собака, так свысока, типа, а что такого? А что такого? Ничего не было. Но, не на ту-то напала, милочка моя. Не на ту напала. У вас иск, значит, сумма иска, да? Ваша честь, Павла. У меня 170 тысяч рублей за лечение, из чего она состоит? Я ходила в центр пластической хирургии. Они написали заключение, что пока еще прошло три недели, сейчас можно что-то сделать. То есть для устранения последствий укусов вам необходима какая-то операция? Мне необходима пластическая хирургия. Сумма операций 170 тысяч рублей. Договорилась. 170 тысяч. Так, давайте вообще диагнозы, значит, эпикриз и вот этот договор с клиникой пластической хирургии. Это заключение больницы, это медицинский анализ, пожалуйста. И понимаете, она слушает, как будто меня действительно покусала дворовая собака, она здесь ни при чем. Но у меня есть... И моральный ущерб оцениваете в 500 тысяч рублей. Моральный ущерб оценивает 500 тысяч, потому что это немного. Ты где такие суммы-то вообще взяла? Мне еще замуж выходить, мне личную жизнь... Вот теперь, пожалуйста, ответчик. Да, Ваша честь, я хочу сказать, что все, что она говорит, это вообще не соответствует правде, потому что все началось с того, что я вышла гулять после 12 вечера, я всегда выхожу. Собака, она очень добрая. Да, вы посмотрите, какой у нее взгляд. Она очень добрая. Все соседи знают, что к ней не подходить лучше в пьяном виде. Да с тобой ни один сосед не общается. После 12 часов... Я по взгляду вашей собаки на фотографии должен определить, что... Я говорю, просто все соседи знают, что она очень добрая. Единственное, что... Я вот по количеству зубов ее вижу, что она могла причинить такой вред, и истицу вижу с перебинтованной рукой и с ее медицинскими документами. Послушайте, как это получилось. Она шла в таком виде, в пьяном... Я просто не понимаю, во-первых, откуда она появилась, когда я выходила, никого не было. У меня был с собой намордник. Я была! Я была в очень пьяном виде, просто выкатилась откуда-то. И вообще, раздвинув меня, полезла к моей собаке. У вас есть доказательства того, что я, естественно, находила в состоянии алкогольного опьянения? Есть доказательства. Какие? Она в пьяном виде налетела на нее и давала целовать. Вы представляете реакцию собаки? Я не навижу собак вообще. Ну-ка, зачем тогда лезла к ней? Зачем ты сочиняешь? Ты зачем здесь сочиняешь? Ответчик. После того, как... Мне рассказывали свою правовую позицию. Хорошо. Про доказательство рассказывали мне, а не истцу. Да, когда мы поехали, я... После того, как это случилось, она ее, видно, там, цапнула. Я даже не видела, как это получилось, потому что она не дала просто никому, ни собаке, ни мне подумать. Просто в пьяном виде набросилась на нее. То есть вы считаете, что ваша собака набросилась на истцу, потому что она была в состоянии алкогольного опьянения? Это не собака набросилась, это она на нее набросилась. Ой, как я ее люблю, моя собачка. Она ее увидела и к ней полезла. Да тебя ненавидят, чистая собака. Но она не переносит пьяный запах, эта собака. Да не была я пьяна. Я предупреждала, и ты об этом прекрасно знала, что она не любит пьяных. Тамара Петровна, еще раз вас спрашиваю, чем вы докажете, что естественно ходилось в состоянии алкогольного напьянения? Какая справка оттуда? Справка о том, что она была пьяна. Кто вам выдал эту справку? Эту справку выдали врачи. Когда мы приехали, я решила ей сразу же оказать помощь. Ваша честь, это неправда, эта справка проплачена. Муж тут же вышел, забрал собаку, мы поехали с ней. Я вызвала такси, мы приехали в платную клинику. Я оплатила 18 тысяч за то, чтобы ей оказали первую помощь и нанесли швы. Это единственное. Она была в таком виде, что врачи даже не хотели ее принимать. Я просто уговорилась, потому что это была частная клиника, и это стоило больших денег. После этого они согласились. То есть при осмотре истца, при осмотре повреждений, врач установил, что есть следы алкоголя в крови. Они взяли кровь и определили количество промилле, потому что она была в крови. Она заплачена. Она за каждую копейку удавится, не верьте ей, ваша честь, не верьте, пожалуйста. Чем докажете, что справка получена незаконным путем? У меня есть свидетель. Она и там точно так же себя вела. Вы мне предоставляете медицинские документы из того же учреждения, где получил справку ответчик. Но самое главное, что я оплатила. Все процедуры, которые ей сделали, оплатила я. В этот же вечер. Что вы оплатили? Это была частная клиника. То, что ей зашили, все сделали, я оплатила. Она была довольна. Она сказала, ничего страшного. Мы на хорошей ноте с ней расстались с этим вечером. Вот это ничего страшного? Ольга Анатольевна просит взыскать стоимость за предстоящую операцию. Конечно. Пластическую. Которую нужно ликвидировать последствия. Она за уже оказанные медицинские услуги и не требует денежной суммы. Это понятно, но дело в том, что врач, который я осматривала, сказал, что заживет. Прошло всего лишь три недели, он сказал, никаких следов не останется. Так правильно, так все правильно. Если сейчас не делаем операцию, у меня не задают. Хорошо, вы иск не признаете, вашу позицию отсюда понятна. У вас свидетель заявлен? У меня есть свидетель, добрый, порядочный мужчина, который все сейчас расскажет. Какое отношение? Он, наверное, был свидетелем случившегося? Он видел, как это все случилось. Он стоял на балконе, видел вот этот вот вред. Пригласите, пожалуйста, свидетелей в ца в зал. Как они матерились века на собаку. Почему его не было в тот день этого свидетеля? Ты когда уже так? А, ну понятно, свидетель. Понятно. Добрый день, представьтесь. Здравствуйте. Я Воробьев Валерий Яковлевич. Валерий Яковлевич, вы были свидетелем того, что произошло, да? Совершенно верно. Нападение собаки. Давайте обстоятельства, как произошло. Ну, я вышел на балкон, у меня вот второй этаж, все видно. И был свидетелем, как это, огромная псина. Мастиф, очень, кстати говоря, уже на него много нареканий было. Он и на меня набрасывался. И подъезд ей загадил. Детей, люди боятся. Он просто бросился. Она шла, Ольга Анатольевна, действительно, все верно, сработали. Уставшая. Набросился и просто подмял эту бедную женщину. Вот посмотрите. Он, конечно, подмял. После того, как заплатила вам определенную сумму, конечно, вы можете наговорить все, что угодно. Ваша честь, он мне точно так же предлагал, чтобы я ему заплатила. И он бы сейчас стоял рядом со мной. Слушай, ну, что вам предлагал? Что вам предлагал? Чтобы я ему заплатила, чтобы он пришел сюда. Так вот, я стал звать на помощь, кричать. Доказательства есть? Да, конечно, да, конечно. Они, между прочим, кто еще услышал ваши крики, кроме вас? А муж вообще угрожал правой физически. А кого звали на помощь? Кого? Со второго этажа, со своего балкона. Я звал на помощь. Кого звали? Ну, потому что... Потому что он не успел спуститься, потому что был такой же пьяный, потому что ведет асоциальный ум, со жизни. Ответчик, вы звали на помощь, пока ответьчик к супругам истец. Пока ответьчик к супругам, оказывали, значит, помощь, вызывали скорую для истца. Вы звали на помощь. Вы пытались ее оттащить. А вообще я знаю, почему она натравила. Она натравила на меня собаку. Она натравила на меня собаку. Вы с тобой не улыбаетесь. Самое главное, суд удаляется для принятия решений. Она уже ко мне ревнует. Далее в программе. Кошка реагирует очень нехорошо. Простите, истец, а вы на учете психоневрологическом диспансере не состоите? Нет, ну что вы. А наркологическом? Нет, ни в коем случае. Я вообще не пью. Что делать, если в квартире по соседству живет инопланетянин, который хочет зомбировать вас? Только защищаться самому. Например, купить 20 микроволновок. А когда они сгорят, подавать в суд. Ревнуешь мужа своего, да? Перебежал, муженек? Естественно, кому-то такая котлета даром нужна. Да, милая моя. Посмотри, у меня талия, фигура, грудь. И на себя, посмотри, котлеты не умываются. Очень неприятно. Ты почему оскорбляешь у меня вообще? Я констатирую факты. Какие факты? Я констатирую факты. То, что хочешь денег заработать, может, ты вообще, кто тебя хочешь переделать за эти деньги? Прошу всех садиться. Накачать тебя везде хочешь? Обнаглела уже совсем. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Иск удовлетворить частично, взыскать соотвечицы в пользу истицы в счет возмещения вреда здоровью, причиненного действиями домашнего животного, 170 тысяч рублей. Взыскать соотвечицы в пользу истицы в счет возмещения морального вреда, 50 тысяч рублей. Как 50 тысяч? Суд удовлетворяет исковые требования о возмещении материального и морального вреда, поскольку за вред, причиненный домашними животными здоровью граждан, отвечают их владельцы. В данном случае, отведчица, которая принадлежит напавшей на истицу собака, нарушила правила выгула собак, установленные федеральным законом об ответственном обращении с животными. В соответствии с правилами выгула собак, владелец не должен допускать, чтобы питомец создавал угрозу жизни и здоровью людей. Выгул собак бойцовых пород и собак весом более 15 килограмм, к которым относится принадлежащая отведчица собака, в местах общей доступности, в многоквартирных домах и на придомовой территории, допускается только на коротком поводке и в наморднике. Отведчица в нарушении данных правил выгуливала свою собаку в местах общей доступности без поводка и намордника. Поэтому независимо от состояния, в котором находилась истица, отведчица обязана в полном объеме возместить вред, причиненный здоровью истицы действиями вашей собаки. При причинении гражданина увечья или ином повреждении его здоровья, возмещению подлежат расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, протезирование и другие медицинские услуги. Суммы в возмещении данных расходов могут быть присуждены и на будущее время, при необходимости предварительной оплаты стоимости медицинских услуг. Согласно заключению врачебной комиссии, истице необходимо проведение пластической операции лица для устранения шрамов, оставшихся после укузов собаки. Стоимость предстоящей операции в сумме 170 тысяч рублей по удалению шрамов подтверждается представленным счетом из медицинской клиники, поэтому суд взыскивается от ветчика данную сумму в пользу истица. Также истица, как лицо здоровья, которому причинен вред, имеет право на возмещение и морального вреда. Сумму компенсации морального вреда суд определяет в размере 50 тысяч рублей, при этом суд руководствовался принципом разумности и справедливости, а также учел реальный характер и тяжесть нравственных и физических страданий истица. Решение суда понятным сторонам? Да. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Если она опять будет гулять с собакой без наморника, я доблюсь того, чтобы она заплатила огромные деньги. И на выигранную сумму я сделаю пластическую операцию и, наконец-то, избавлюсь от этого ужасного шрама. Придется, конечно, заплатить ей эти 170 тысяч, чтобы она сделала операцию, но это однозначно аферистка, и она в сговоре с врачами. В этом еще надо разобраться. Ну, а гулять с наморником, конечно, я теперь буду от таких вот случаев. Зал суда. Битва за деньги. Жили от зарплаты до зарплаты. Ни у кого никогда денег не брали. С понедельника по пятницу на нашем телеканале. Думать надо прежде всего о людях. Для этого вы и поставлены на это место. Специально для вас бесплатная юридическая консультация. Больше вы не потеряете ни копейки. Удовлетворен ваш искус. Да. Я не согласен с этим. Истец требует компенсировать материальный ущерб за сгоревшие микроволновки. Ответчик заявляет, что микроволновки сгорели по вине истца. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Веснина Родиона Сергеевича. К Чумакову Александру Максимовичу иск заявлен о выплате материальной компенсации за сгоревшую бытовую технику в размере 151 тысячи рублей. Все верно, истец? Да, совершенно верно. Ваша честь. Вашу позицию слушаю. Совершенно верно. Значит, Веснин Родион Сергеевич, это я. И в самом деле, есть у меня вопросы к моему соседу снизу. Какие вопросы? Вопросы в том, что проводит он какие-то непонятные химические, физические опыты. Что в результате этих опытов? Во-первых, я лишился чайника. Вот, чайку уже не попить. Чайник сгорел. Я не знаю, там, короткое замыкание или длинное. Вот 151 тысяча рублей это чайник? Нет, нет. Чайник это всего 2400. Так. А вот остальное это 20 микроволновок. Сколько, простите? 20 микроволновок у вас? Да, да, да. Каждая по 7,340. У вас цех по сбору микроволновок? Да нет, ну что? Ну зачем? Нет, это я так защищаюсь. Откуда у вас 20 микроволновок? И все сгорели. Значит, они все включены были? Да, конечно. А не единовременно? Конечно. А как же? Мне же надо защищаться от его воздействия. А зачем вы их включили единовременно? Я защищался от его воздействия. Какого воздействия? Ну я не знаю, я же не физик, еще раз говорю. Так нет, ну вы говорите, что есть воздействие. Какое? Кошка реагирует очень нехорошо. Ей очень это все не нравится. Кошка ваша? Да, у меня кошка есть. Вы по кошке определили? Нет, и по себе тоже. Что какое-то воздействие на вас? И по себе тоже. Да там, во-первых, такое гудение. Басовитое такое гудение. Ну я не знаю, как вам объяснить. Простите, истец, а вы на учете в психоневрологическом диспансере не состоите? Нет, ну что вы. А в наркологическом? Не, ни в коем случае. Я вообще не пью. Вот, пожалуйста, передайте справочку. Давайте, пока документы у себя оставьте, я вас потом все заберу. Объясните тогда мне, для чего вам были приобретены 20 микроволновок? Что вы с ними делаете? И почему они одновременно были все в сеть включили? Да я же объясняю. Я защищаюсь от воздействия... Микроволновками. ...опытов этого соседа, да. Вы считаете, что 20 микроволновых печей, включенных, защищают вас от опытов ответчика? И из них идет излучение, которое защищает меня от его воздействия. Он приносит к себе на балкон всякую дрянь, я не знаю... Почему вы решили, что микроволновое излучение защищает вас вообще от чего-то? Я читал. Где? Британские ученые какие-нибудь? Не, ну если честно, не вспомню. Может и британские, может немецкие. Вот честно, не помню. Он ненормальный, ваше сеть. Вот. Ну, короче говоря, нет, я даже по этому поводу обращался уже и в полицию. Ну, дело-то до суда только сейчас дошло. Это вы когда, вообще, когда, в какой момент решили, что ответчик на вас как-то воздействует? Ну как, как только почувствовал, как только услышал вот это «У-у-у-у-у-у-у», и вот эти запахи. И, ну все, беда. Кстати, вы знаете, у меня есть даже замечательная соседка. Вот если вы ее пригласите, она вам расскажет. И как раз вот про короткие западания... Сейчас мы ответчика выслушаем, потом допросим вашего свидетеля. Ответчик, как вы вообще вернете к заявленному иску? Это дед ненормальный. Он вообразил, что он своими 20 микроволновками сможет защититься от меня. Что он там себе вообразил, я не знаю. Что за опыт это? Я состою в организации «Космопоиск». Но мы занимаемся изучением неземного разума. Пытаемся установить какой-то контакт. Вот у меня даже есть справка, что состою в космопоиске. Нет, ваше честь, это все серьезно. Мы собираем аппаратуру. Я дома собираю, я тестирую, но включаю ее уже в своей организации. То есть дома ничего нет. И она на меня влияет. Там аппаратура радиопередатчиков. Обычные радиопередатчики, которые ловят сигналы из космоса. И, наверное, когда я установил антенну на балконе... Вообще сигналы ловят приемники. Он и вообразил, что я на него воздействую. Направил на меня ФСБ. Что там еще? Полиция приходила. Но они, естественно, ничего не нашли. У меня нет ничего. Понимаете? А какой он, вы сами видели. Вот, пожалуйста, справочка. Я не состою. Я не состою. Вот, вот передайте, пожалуйста. Да, действительно, ваше честь. Передайте, пожалуйста, справка. Это что за справка? Что вы не состоите на учете в психиатре? Да, я нормальный. Так вот, ваше честь, он включал 20 микроволновок одновременно в сеть. Это уже, я не говорю про излучение. Ну, естественно, дом у нас старый. И проводка просто не выдержала и сгорела во всем доме. Я, кстати, между прочим, тоже, ваше честь, пострадал. Вы, между прочим, там периодически в щитке копаетесь, и тому есть свидетель. Давайте допросим вашего свидетеля. Пригласите, пожалуйста, свидетеля в зал. Ваша честь, кстати, я хочу сказать, что из-за того, что из-за его опыта... Сейчас, я потом предоставлю вам возможность, что это дополнить. Пожалуйста, пройдите. Наша замечательная соседка, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Варгузова Антонина Макаровна. Антонина Макаровна, приглашена в суд в качестве свидетеля для дачи показаний. Суд предупреждает вас об ответственности за отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний. Ответственность понятна? Да. Так, вы соседка из-ца. Да. Ну, соответственно, и ответчика, да? Все в одном доме проживаете. Я отлично помню короткое замыкание. Так. Я помню этот день. Выхожу из квартиры, спускаюсь к лифту, к лифту, и вдруг вижу, ответчик стоит с отверткой в руках возле щитка и что-то там делает. Ну, было. Ну, я прошла мимо. Поздоровалась, конечно, потому что я, ну, как интеллигентный человек, поздоровалась, а он не ответил, только головой кинул. Ну, по всей видимости, там что-то такое сложное, наверное. Я захожу в лифт, зашла в лифт, и вы знаете, не проехала я даже не знаю, сколько секунд, бас, лифт остановился. Ну, замыкание произошло, конечно, доме вырубил. Свет погас. И вот, представляете, я сижу в темноте в лифте целых 20 минут. Я чуть от страха не умерла. То есть было короткое замыкание. Да, это короткое замыкание. А почему вы считаете, что именно ответчик его устроил? А кто же, кроме него? А из тех с 20 микроволновками нагрузка на сеть не мог вы устроить? Ну, в щитке-то я не ковырялся, в щитке-то он ковырялся. Ну что вы? А микроволновки были включены в этот момент? Вот это я не помню. Они у вас в каком-то режиме работают или вы круглосуточно? Нет, они же до этого уже перегорели. Как? В этот момент, конечно, их уже не было, я их не мог. Нет, ну до короткого замыкания они работали у вас, были включены? Ну это давно, ну... Когда давно? То есть вы утверждаете, что они были включены, ответчик устроил короткое замыкание, они сгорели. То есть они у вас в этот момент работали. Это уже другое короткое замыкание. Он уже не один раз. Сначала чайник сгорел, потом эти все 20 микроволнов. То есть он периодически вам устраивает короткие замыкания? Ну получается, да. Билет какой-то. Ваша честь, в общем, из-за того, что он постоянно включает микроволновки, идет перепад напряжения. Сколько оно потребляет? Моргает свет. А я все-таки, ну, заканчивая радиотехнический факультет, ну, понимая, к чему это может привести, решил поставить мощный предохранитель. Ну, думал, что это хоть как-то убережет наш дом от вот этих замыканий, что он устраивает. Купил мощный предохранитель, вот, кстати, чек. Да он не может уберечь. Вот, и хотел его установить. И только я подошел, начал устанавливать, как этот соседушка включил свои все микроволновки, ну, и я не успел, опять вырубила. Ну, и очевидно, соседка осталась в 20. Отвечек, вы как специалист, да, вот в области радиоаппаратуры, скажите, какая вообще мощность вот у 20 микроволновок? Одна микроволновка где-то 1 киловатт, а не 20, 20 киловатт. Вы представляете, какой должен быть кабель, чтобы эту нагрузку выдержать? Вопросов больше у суда нет. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение сторон показаний свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил, в иске о возмещении материального вреда отказать в полном объеме. Суд не удовлетворяет исковые требования о взыскании в пользу ответчиков в стоимости 20 микроволновок и одного сгоревшего чайника по следующим основаниям. В данном случае требования о возмещении материального ущерба причиненного имуществу основаны на обвинении ответчика в зависимости от размера ущерба в совершении уголовного преступления, а именно умышленного уничтожения или повреждения имущества, либо административного правонарушения о уничтожении или повреждении чужого имущества, если он повлек незначительный ущерб. Если значительный уголовного, незначительно административного. Ответчик свою вину не признает. Никаких документов, вступивших в законную силу актов, подтверждающих вину ответчика в тех обстоятельствах, которые вы указали в иске, вы суду не предоставили. Поэтому оснований для творения иска нет. Если вы считаете, что ответчик нанес ущерб вашему имуществу, то он должен понести либо административную, либо уголовную ответственность. Вы обращаетесь с заявлением в правоохранительные органы. Они проверяют действия ответчика на наличие либо отсутствие в его деяниях состава преступления. Если будут вынесены какие-то обвинительные акты, вы берете их и идете в суд. Мы снова встречаемся в суде. Документы, которые подтверждают вину ответчика. В данном случае вами их не представлено, поэтому вам в иске отказано в полном объеме. Решение суда понятно? Еще хотелось бы вам сказать, естественно, что, вы знаете, вот ваше описанное обстоятельство подходит под определение навязчивой идеи. На медицинском языке называется бредовое состояние. Не примите ничего личного. Просто очень часто в связи со своей работой я сталкивался с некоторыми медицинскими документами. В большинстве случаев это является начальной стадией болезни Альцгеймера. Я вас, вам настоятельно рекомендую обратиться к специалистам. Вам самому потом будет легче. Нет, еще бывает, еще бывает это, бывает деменция. Решение суда понятно, страна. Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Безумно обидно, что многоуважаемый суть не удовлетворил мои исковые требования. А еще обидней то, что еще усомнился в моем психическом здоровье. Хотя справку о том, что я в порядке, я предоставил. Я хочу сказать, что из-за таких вот соседей, как этот Родион, мы не можем установить контакт с неземным разумом. Только начиная что-то делать, они или спалят все, или мешают. Ну а самое главное, что они не дают нам развиваться. Не знаю. Но мы будем все равно стремиться и будем пытаться установить контакт с неземным разумом. И нам ничего не помешает. Спасибо. Прошу всех встать. Что делает друзей врагами? Деньги. Эти деньги заработала я. Я пахала пять лет на севере для того, чтобы иметь свою квартиру. Что разрушает семьи? Деньги. И тогда жена мне сказала, я тебе идиоту 170 тысяч не дам. Решай сам. А я сроду ничего сам не решал. Что развязывает войны? Деньги. Ну-ка. Разнимите их немедленно. Зал суда. Битва за деньги. На нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова